Прямо сейчас о том, что происходит в Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Европейские ценности и укрепление украинской государственности среди приоритетов в программе партии «Европейская солидарность». Об этом заявил на съезде ее лидер. Петр Порошенко также на мероприятие назвали первую пятерку списка партии. Председатель Верховной Рады, его первый заместитель Андрей Порубий и Ирина Герасенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский, певица и волонтер София Федына. Всех остальных кандидатов утверждают на самом съезде. Эта наша команда идет на досрочные парламентские выборы, чтобы в Верховной Раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности. Тот фундамент, который мы закладывали. Мы идем, чтобы не допустить реванша пророссийских сил. Сейчас они собираются в разные колонны, переобуваются, перестраиваются. Но как бы себя ни называли, разные осколки партии Януковича, суть их одна. Ее название – пятая колонна России. Я счастлива, что в этом зале собрались те, кого объединяют ценности, достоинства, опыт и желание работать вместе для достижения высокой цели – членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Съезд политической партии «Слуга народа» в эти минуты проходит в Киеве. На нем партия представила первую десятку своих кандидатов на парламентских выборах. Первым выступил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, заявил, что депутаты его полицилы идут в парламент, чтобы изменить систему. Выступил и глава партии Дмитрий Разумков. Он рассказал о главных целях – это, по его словам, отмена депутатской неприкосновенности, борьба с коррупцией, налоговая, медицинская и образовательная реформы. Это эксперты с экономики, финансов, правоохранительных органов борьбы с коррупцией, судовой системы, налогообложения, медицины, образования, экологии, децентрализации, спорта и культуры. Это люди, которые знают не только о проблемах Украины, но и знают пути их решения. Неформальный смарт-стендап-съезд. Музыкант Святослава Корчук представил список партии «Голос», которую поведет на внеочередные парламентские выборы. В первой десятке, кроме самого Корчука, журналист Сергей Рахманин, общественный деятель Ярослав Юрчишин и экономист Юлия Клименко. Среди особенностей партийного списка – гендерный баланс и отсутствие нынешних или бывших политиков. В то же время, несколько действующих парламентариев будут идти от партии на мажоритарных округах. Первое, за что Вакарчук пообещал взяться в парламенте – смена судебной системы и отстранение от власти олигархов. Закончился съезд концертом группы «Океан Эльзы». Есть команда звезд, а есть команда звезда. Рядом со мной стоят люди, которых можно назвать звездами в своей сфере. Но важно, не это важно, что мы смогли создать из этих людей, из парней и девушек, из лучших представителей нашей партии, настоящую, мощную команду, которая сможет работать в парламенте. Тысячи человек вышли на антиправительственные митинги в албанской тиране. Протестующие собрались возле здания парламента, бросали дымовые шашки, петарды и бутылки с сжигательной смесью. Полицейские применили слезоточивый газ. Участники акции обвиняли правительство в масштабных фальсификациях во время подготовки к муниципальным выборам и требовали отменить их. Волеизъявление планировали провести в стране 30 июня. В результате президент Албании заявил – выборы переносят. Протестующих он обвинил в подрыве имиджа страны, ведь, по его словам, в скором времени должны начаться переговоры о возможном членстве Албании в ЕС. Хождение над пропастью в 300 метров соревнования по скейклону прошли в Альпах на юге Франции. Этот вид спорта еще называют хождением по канату. Приехали сюда десятки смельчаков. Их цель – установить мировой рекорд по скоростному прохождению троса. Лучший результат среди всех показал студент-физик Матис. Почти километровый путь он преодолел за 19 минут и 50 секунд. Стало ли это рекордом, определит комиссия в ближайшие дни. Скейклайн – молодой вид спорта, поэтому особых правил здесь нет. Эксперты говорят, главное – безопасность. Было достаточно сложно, потому что ветрено. Ветер прямо-таки сдувал постоянно из каната. Но когда ты идешь по канату, то это не только физически сложно, а и умственно. Нужно постоянно думать о том, как бы не упасть, как бы дойти быстрее. Ралли по улицам столицы, автомобильное соревнование с экипажами из журналистов. Спецучастки со скоростным движением и маршрут, проходящий через множество отметок. Авторалли ко дню журналиста стартует в центре столицы. Среди участников – экипаж телеканала ЮЭТВ. На старте работает корреспондент ЮЭТВ Игорь Меделян. Он с нами на прямой связи. Добрый день, коллега. Что за машины участвуют в ралли? Какова длина заездов? И как стартовала наша команда? Даш, здравствуй. Всего участвует в заезде около полутора десятков машин. Сейчас как раз они проходят первый этап. Это с лалом. Обязательно в каждой машине, кроме самого пилота, присутствует и штурман, который помогает пилоту преодолевать маршрут. Всего за сегодняшний день, в течение нескольких часов езды по Киеву, участники должны будут преодолеть около 80 километров. О нюансах соревнований рассказывали вчера организаторы, которые собирали всех участников у себя и объясняли особенности данной гонки. Это гонки на гражданских автомобилях. Есть целый список требований, есть определенный регламент. Такие гонки проводятся во всем мире по схожему сценарию. Легенда возникла буквально за час. Все в равных условиях. Сейчас будут ехать так, как прописано в легенде. С лалом и все остальное. Немного там будет игровых элементов. Машины сегодня присутствуют в самых разнообразных классах. Это и внедорожники, есть микроавтобус. Основная масса это седаны и хэтчбеки. Вот на своем купе сегодня принимает участие наша корреспондентка Юлия Кричкова. Как раз только что она завершила свой первый заезд. Это с лалом. Это самое первое упражнение, после которого участники уже отправляются на дальнейшие этапы. Вот как рассказывала нам Юлия перед соревнованиями, рассчитывала она на немного другие условия, скажем так. Думала, что будет немного легче. Но когда сегодня получила маршрут, он стал для нее определенным сюрпризом. Это совсем не то, что я себе представляла. Это такое себе спортивное ориентирование по местности, но только на машине. Нам скоро выдадут такие легенды, по которым мы должны ехать. В них не обозначен конкретный маршрут по конкретным местам. Там просто указаны какие-то направления, в которых нужно ехать. Там едешь вперед, там 500 метров, поворачиваешь направо, поворачиваешь налево. Просто нарисованы какие-то очень схематические перекрестки. Участникам строго-настрого запрещено нарушать правила дорожного движения. Кроме того, баллы также снимаются за то, что преодолевая определенную точку, на которой фиксируют автомобили, если участник проедет ее раньше или позже заданного времени, указанного в маршрутном листе, тогда его тоже за это штрафуют. Сама же гонка, по словам организаторов, завершится около 17.00 сегодня. Дашу тебе слово. Игорь, спасибо. Передай, пожалуйста, нашему экипажу, что мы здесь всем каналом очень за них болеем. Ралли с экипажами журналистов проходит в центре Киева. Команда UITV тоже стартует. Больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UITV.UA Спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа. Обязательно увидимся на UITV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова